Всем привет! Сегодня у меня на канале еще один интересный нож от компании Cold Steel. Нож на самом деле который я очень ждал, который мне очень симпатичен который на самом деле мне понравился своей формой, своими размерами такой нож для души еще и работяга. Это нож Cold Steel Recon One второго поколения я этот заказал нож именно в версии Tanto после кучи обсуждений, вопросов к своим товарищам, коллегам по цеху к очень таким уважаемым людям по поводу клиночка у этого ножа. Ну и давайте заглянем в саму коробочку значит по стандарту как у всех практически ножей запасная клипса ну и теперь вот такой богатырский нож вот такой вот замечательный нож все с такой же грубой насечкой как на лоу-мэни но этот нож реально гораздо больше вот так вот он замечательно выглядит с клиночком Tanto просто супер я наверное более привлекательного такого American Tanto для работы ну не встречал вот здесь у нас все в лучших традициях cold steel хороший толстый клинок в 4 мм почти коромысло триадлока шире чем клинок здесь у нас как я уже сказал триадлок это усовершенствованная форма развитая форма бэклока клипса не переставляемая она запасная нож очень дружелюбен к левшам очень здорово выполнен по качеству сборки вопросов нет так же как и на лоу-мэни здесь асимметричный шпенек который переставляется очень классная очень грубая насечка скажем так этот нож захотелось именно в Tanto для того чтобы можно было им делать всякие непристойные вещи вплоть до ковыряния пробивания и всего остального ну и в принципе вот эта модель мне очень нравится она очень гармонично выглядит в Tanto версии может быть она не такая практичная как тот же Spear Point или Clip Point но тем не менее спуски здесь у нас вогнутые здесь у нас прямые сталька у нас здесь AUS 8A козырная уже такая привычная для Cold Steel бэкспейсер у нас здесь если я правильно помню из алюминия клипса очень глубокая ну скажем не совсем глубокая но торчит только вот так вот немножко из кармана по поводу того что на самом деле ничего не поменялось это действительно самая грубая самая адская G10 какую я видел в принципе когда-либо единственный дискомфорт я думаю который может доставить этот нож это то что вот здесь вот под клипсой вот здесь вот давайте поймаем фокус здесь под клипсой тоже такой же жесткий G10 ну и в общем было бы неплохо как-то его немножко скруглить либо наждачкой либо еще чем-то возможно в дальнейшем я обведу так аккуратно маркером клипсу сниму ее и там пройдусь немножко дремелем или хотя бы полировочным кружком чтобы ну вот хоть как-то спасти край своих штанов и джинс и вот что касается клипсы давайте посмотрим она вот не знаю ну-ка вот сюда вот она видите немножко загнута в конце вниз я бы ее загнул наоборот кверху чтобы она проще садилась на карман ну нож реально такой большой но вот у меня рука такая не супер большая средняя сидит очень здоровски что касаемо покрытия вот покрытие от колд стива совсем не хвалят дешевая какая-то краска вплоть до того что стоит ли его снимать прямо из коробки я вам отвечу что наверное нет вот когда нож поцарапается когда вас начнет раздражать его порыпанный внешний вид тогда я думаю вы сможете снять без труда и куча видео по этому поводу и в общем да тут не надо быть гением чтобы это сделать вплоть до того что монеткой люди это делают у ножа имеется вот такое интересное такая под пальцами выемка и она же такая выполняет роль горды вот ну не знаю ребят вот очень положительное ощущение от этого ножа что я бы предпочел работать вот этим ножом да где-то чем допустим другим колстиловским например сегодня у меня вот попался вот такой вот монстр который тоже прощает многое у которого тоже клинок даже вы видите что он даже больше клинок по толщине толще сталька ну не знаю мне кажется что все-таки получше 14 41-16 по-моему называется спуски здесь от обуха здесь вогнуты чуть выше чем от середины здесь танто здесь дроппоинт вот но тем не менее рукояточка здесь будет поудобней чем здесь еще что мне очень нравится в этом ноже в принципе в ножах компании колстил что они их делают в сечении квадратными прямоугольными точнее что они не делают их совсем круглыми для работы для какого-то уверенного хвата на мое личное мнение эта форма больше подходит чем более круглая более скругленная тут и диагональный хват и все что хочешь нож контролировать проще при такой форме вот даже держа вот так клипса никак нигде ничего не наминает ну супер вот кто видел у меня обзор ломана я думаю это все то же самое вот у меня даже ломан есть рядышком вот рекон вот ломан давайте вот так положим для сравнения чтобы вы понимали размеры и тот и тот нож мне очень нравится и теперь возникла дилемма как же быть ножи нравятся оба а держать два ну не знаю насколько есть необходимость возможность то есть но не знаю пока надо подумать вот ну скажем здесь здесь более удобная там для какого-то реза еще для чего-то более привычная форма поменьше клинок ну тут и кромочка поменьше режущая а это ну реально такой мужицкий либо пацанский нож которым я с удовольствием что-то буду кромсать и резать я уже имел опыт общения с тантой уже на самом деле привык работать ими даже по продуктам по поводу сведения по заточке тут ребята все совсем неплохо давайте попробуем уже видите сколько я сегодня ножей обозрил что оно все как-то разом так пришло но решил сделать про каждое отдельное видео давайте попробуем ну здесь наверное из того что я сегодня пробую самая лучшая заточка режет просто на ура аккуратно полотенце бумажное что вот даже вот так кончиком там где сведение потолще оставляет вот такой след вот ну а так в принципе рабочей части вот этой где потоньше сведение вот если зажать между двух пальцев то очень очень бодро режет вот бумажка я думаю тут нет смысла на покрытии конечно видно все жирные пятна все остальное скорее всего оно конечно после того как поцарапаться будет снято давайте немножко пробежимся по размерам размеры не супер точные потому что использую линейку ну в общем так от начала рукоятки здесь у нас 10 так подождите да 10 сантиметров по обуху у нас здесь с вами 4 миллиметра опять же говорю кто захочет кто любит точные цифры тот всегда может найти эти ножи в интернете и прочитать по весу тоже не скажу но я вам так скажу что для своих размеров нож практически ничего не весит он очень легкий сталька здесь аус 8а делается все это дело на Тайване вот давайте попробуем где у нас центр тяжести центр тяжести у нас центр тяжести у нас вот примерно вот здесь на подпальцевые выемки вот так вот ножичек лежит замечательный ножичек очень удобно вертеть несмотря на вот эти подпальцевые выемки мне вот моей руки обратным хватом держать его удобно есть куда положить палец фиксируется очень надежно нигде ничего не трет не номернает очень мне нравится вот эта грубая насечка на ноже вот ну и что я могу сказать лайнера здесь отсутствует здесь G10 еще толще чем на лоумане понятно что это не самый удобный нож для ношения на кармане потому что он достаточно толстый давайте померяем скажем я бы сравнил его по размеру наверное с крысой здесь ну 1,4 см 14 мм примерно нож сложить одной рукой тоже вполне возможно открыть тоже без проблем к левше дружелюбен стоит небольших денег очень классный очень приятный нож поэтому вот кто еще не решился кто так же как и я не открыл еще для себя компанию Cold Steel я думаю что вполне приличная вещь за свои деньги иметь такое в коллекции и работать этим и не бояться ну просто шик просто фантастика поэтому вот такой вот сегодня обзорец давайте я вам еще раз покажу этого красавчика вот такой вот рекон вот такой вот ломы законник поэтому вот такие ножи хотелось бы знать ваше мнение относительно не то чтобы нового формата новой камеры лучше хуже чем она снимает стоит ее оставить или стоит пересмотреть и поискать еще что-то поэтому всем спасибо пока пока